Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава книги Юдив и читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет. Ну это продолжение десятый, тут прям на пол слове прервано повествование, разбивка на главы, конечно, позднее довольно условно. Итак, Юдив пришла в шатер Калаферну, это полководец вражеской армии, который осаждает ее родной город Витилуэ, а при этом она пришла красиво одетая, накрашенная, с подарками, не просто так. Вообще полное безобразие, разве нет? Изменница, предательница. Но почему-то никто и во след этого не кричал, видимо зная ее догадывались, что у нее могут быть свои мотивы. Ну это у других людей легко получается осуждать других, а вот у жителей Витилуэ, которые думают, что завтра их уже убьют все враги, ну вот им не до того, чтобы торопливо осуждать кого попало. Итак, она перед полководцем Алаферном. Алаферн сказал ей, ободрись, жена, не бойся сердцем твоим, потому что я не сделал зла никому, кто добровольно решил сослужить на выхода Носору, царю всей земли. Простой выход, да? А просто служи чужому царю, и все будет хорошо. И теперь, если бы народ твой, живущий в Нагорной стране, не приобретение брег мною, я не поднял бы на них копья моего, но они это сделали для себя. Скажи же мне, почему ты бежала от них и пришла к нам? Ты найдешь здесь себе спасение, не бойся, ты будешь жива в эту ночь и после, потому что тебя никто не обидит. Напротив, всякий будет благодетельствовать себе, как бывает с рабами господина моего, царя Навуходоносора. Какой щедрый царь, полководец, простите. Ну, и царь тоже, потому что он от имени царя выступает. В общем-то, неплохие условия. Совсем не Гитлер какой-нибудь, который всех завоевывает и убивает, да? Просто покоритесь ему. А почему они не хотят покориться-то? Вот какая разница? Ну, будет над ними Навуходоносор. Ну, потому что он язычник, да? И для Иудифа это тоже будет осквернением, собственно говоря, культа Бога и осквернением ее веры. Но об этом она не торопится ему сказать. Иудиф сказала ему, выслушай слова рабы твоей. Пусть раба твоя говорит пред лицом твоим, я не скажу лжи господину моему в эту ночь. «Если ты последуешь словам рабы твоей, то Бог через тебя совершит дело, и господин мой не ошибется в своих предприятиях. Доживет Навуходоносор, царь всей земли. И доживет держава его, пославшая у тебя для исправления всякой души». Для исправления всякой души. Что хочет слышать завоеватель? Он не просто от жадности захватывает чужие земли, да? Грабит, убивает, насилует. Он исправляет чужие души. А души, которые непокорны нашему царю, они плохие души, неправильные. Давайте их исправим. Ну, убьем. И не будет таких людей. «Для исправления всякой души. Потому что не только люди через тебя будут служить ему, но и звери, полевые скоты, птицы небесные. Через твою силу будут жить под властью Навуходоносора и всего дома его. Ибо мы слышали о твоей мудрости и хитрости ума твоего. И всей земле известно, что ты один добр во всем царстве, силен знаний и дивен в воинских подвигах». Но, вообще-то, если бы Аллаферн был чуть-чуть более трезвомыслящим человеком, он бы понял, что над ним уже издеваются откровенно, да? То есть, птички, рыбки, зверики полевые будут служить Навуходоносору. Это как? А если Навуходоносор ставит себя превыше Бога, Творца мира, да? То тем самым все то, что, в общем, Псалтирь, например, о поклонении Богу всей земли говорит, да? Когда птицы, рыбы, звери славят Бога и принимают пищу от него, там, 103-й Псалом, например. То все это должно стать Навуходоносором, да? То есть, это ему они должны воздавать славу. Птички поют, щебечут, это Навуходоносора они славят. Рыбки в реке хвостиками пьют, Навуходоносора славят. Ну, какая-то уже шизофрения, тем не менее. И Аллаферн – единственный добр во всем царстве. Вот больше добрых людей нету. Это такая уже вот грубая, чудовищная лесть, да? А что говорил Ахиор в собрании твоем? Мы слышали слова его, потому что мы ведь оставили его в живых, и он рассказал им все, о чем говорил тебе. Ну, перебежчик, да, который был известен. Посему, владыка господин, не оставляй без внимания слова его, но сложи его в сердце твоем, потому что оно истинно. Род наш не наказывается, меч не имеет силы над нами, если они не грешат пред Богом своим. Смотрите, казалось бы, она его обманывает, но в этом она не врет. Она не врет про Бога. Она врет про свои намерения, да. Она врет Аллаферну, говорит ему то, что он хочет, слышит про Аллаферна и про Нового Худоносора. Но про Бога врать нельзя. Вот очень четкая граница даже на спецоперации. А, казалось бы, в пропагандистских целях почему не приплести Бога, когда я хочу кого-нибудь чем-нибудь убедить. Обличая какого-нибудь своего недруга, я почему бы Богу не передал им, что вот этот человек там перед Богом согрешил, а не просто мне неприятен, да. Как часто Богом затыкают любую дырку. А Юдив этого не делает. Хотя она на спецоперации. Речь идет о ее жизни, о жизни ее народа. Итак, чтобы господин мой не был, Аллаферн, отражен и безуспешен, то есть не потерпел поражения в осаде, чтобы их, иудеев, постигла смерть, овладел им грех, которыми они проглевляют Бога своего, делая то, чего не следует. Как вы думаете, это правда? Я думаю, что да. Потому что у них оказался недостаток в пище, и вся вода истощилась. И вот они решили сброситься на скот свой, думают питаться, думают пока, всем, что Бог строго запретил в законе своем употреблять в пищу. Даже начатки пшеницы и десятины вина и масла, которые по освящении хранятся для священников, предстоящих при лицом Бога вашего в Иерусалиме, они решились употребить, тогда как и руками касаться их не следовало никому из народа. Они послали в Иерусалим, так как и тамошние жители делали это, принося к ним разрешение на то от собрания старейшин. И как скоро им дано будет известие, и они сделают это, то в этот же день будут преданы тебе на погубление. Еще не сделали, но уже дошли до той степени отчаяния, когда голодный человек ничего не соображает. У нас есть воспоминания тех, кто пережил Ленинградскую блокаду. Действительно, люди делали вещи страшные с точки зрения сытого человека, или там слегка поголодавшего. С точки зрения человека, который неделю за неделей терзается голодом, он уже ни о чем не думает, ест абсолютно все, что только кажется ему съедобным. И она говорит, тем не менее, они переступают через эту грань. Почему она не говорит, они там погрязли в распутстве, в лихаимстве, в неправосудии, в притеснении бедных. То, что все пророки будут говорить про Израиль, и, судя по всему, это правда в каждый конкретный момент времени. Вероятно, потому что для Аллаферны это вообще не проблема. Да, вот он воспринимает, судя по всему, израильскую религию, как такую религию запретов, табу. Вот они нарушили табу. А, ну Бог их накажет, отлично. А я заодно воспользуюсь. То есть для Аллаферна Бог это тоже такой таран, которым пробивается стена, инструмент. Но не более того. И как скоро им дано будет известие, они сделают это, в этот же день будут преданы себе на погубление. Ну чего еще ему желать. Вот почему я, раба твоя, узнав обо всем этом, бежала от них. И Бог послал меня сделать вместе с тобой такие дела, которым изменится вся земля, где только услышат о них. Ну Аллаферна же любит себя, и вот ему говорят, ты великий полководец, будешь самым-самым знаменитым. Ибо раба твоя благочестивый день и ночь служат Богу Небесному. Вот она ему объясняет, что это все ради Бога. Правда, он не знает, какова его роль в этой драме, но в том, что она служит Богу Небесному, она не врет. Теперь, господин мой, я останусь у тебя. Только пусть, раба твоя по ночам, выходит на долину молиться Богу, и Он откроет мне, когда они сделают свое преступление. Я приду и объявлю тебе, и ты выходи тогда со всем твоим войском, и никто из них не противостанет тебе. Я поведу тебя через Иудею, доколе не дойдем до Иерусалима. Поставлю среди него седалище твое, то есть трон. И ты прогонишь их, как овец, не имеющих пастуха, и пес не пошевелит против тебя языком своим. Это сказано мне по откровению, и объявлено мне, и я послан возвестить тебя. Универсальное оружие на спецоперации объясняет Аллаферну, что эта спецоперация в его пользу. Понравились слова Аллаферны всем слугам его. Они удивились мудростью ее и говорили, от края до края земли нет такой жены по красоте лица и по разумным речам. Еще бы им же это все на выгоду. Аллаферн сказал ей, хорошо Бог сделал, что вперед этого народа послал тебя, чтобы в руках наших была сила, а среди презревших господина моего гибель, прекрасно ты лицом и доброй речи твоей. Если ты сделаешь, как сказала, то твой Бог будет моим Богом. Ты будешь ведоми царя Навуходоносора и будешь именита по всей земле. Аллаферн собирается принять веру израильтян, единобожия. Ей будут цепиться за это и сказать, да, конечно, обратить Аллаферна, а через Аллаферна может Навуходоносора, все Илонское царство. Очень часто миссионерство понимается именно так, надо обратить как можно больше людей, а для этого людей как можно более важных, знаменитых, да. Но для этого просто надо свой собственный город придать ему в руки, чтобы всех убили. Ну, может кто-то скажет, да ладно, ничего, зато Вавилонин больше, они, может быть, станут последователями Единого Бога. Может быть и станут, но для них Бог – это супероружие. А для них Бог – это таран, который пробивает ворота города израильтян. Инструмент. Когда Бога делают инструментом, это уже не важно, кто там единобожник, кто нет, там все уже язычники, потому что это такое отношение к высшим духовным силам, как к полезным инструментам. Ну, что же будет дальше, мы узнаем из двенадцатой главы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok